Метод Гаусса для решения систем линейных уравнений. Элементарные преобразования матриц. Эквивалентные матрицы. В школе мы решали системы двух уравнений с двумя переменными. При этом при алгебраическом методе решения мы использовали элементарные преобразования систем линейных уравнений. Мы знаем, что можно переставлять местами уравнения системы. Мы получим равносильную систему уравнений. Если обе части какого-либо уравнения системы умножить или разделить на любое число, отличное от нуля, то мы получим равносильную систему. Если к левой и правой части одного уравнения системы прибавить, соответственно, левую и правую части другого уравнения системы, то получится система равносильная исходной. Чтобы решить систему методом алгебраического сложения, мы домножаем уравнение системы на числа, отличное от нуля, и находим алгебраическую сумму этих уравнений так, чтобы одна из переменных пропала. Получаем линейное уравнение с одной неизвестной, решаем его, и подставляем эту неизвестную в любое уравнение системы, находим вторую переменную. Иногда удобнее решать систему линейных уравнений способом подстановки. В одном из уравнений выражаем одну из переменных через другую и подставляем во второе уравнение. Третий способ, которым мы пользовались в школе, это графические. Графиком линейного уравнения с двумя переменными является прямая. Две прямые на плоскости могут пересекаться в одной точке, и тогда у нас будет единственное решение. Две прямые могут быть параллельны, и тогда система не будет иметь решение. Если две прямые совпадают, то система будет иметь бесконечное множество решений. То есть возможно всего три случая. Единственное решение, нет решений и бесконечное множество решений. Для систем линейных уравнений, имеющих три и более неизвестных, разработан метод исключения неизвестных или метод Гаусса. С помощью элементарных преобразований система приводится к равносильной системе треугольного вида. Разделим первое уравнение на коэффициент при первой неизвестной, в данном случае на 2. Умножим обе части полученного уравнения на коэффициент при первой неизвестной, во втором уравнении данной системы с противоположным знаком. В данном случае на минус 3. И прибавим его ко второму уравнению первоначальной системы. Мы исключили переменную х во втором уравнении. Умножим обе части первого уравнения второй системы на коэффициент при третьем уравнении первой системы с противоположным знаком, то есть в данном случае на минус 5. И прибавим левую и правую части полученного уравнения к левой и правой части третьего уравнения второй системы. В третьем уравнении мы тоже исключили переменную х. Осталось две переменных у и z. Первое уравнение мы будем просто переписывать, а во втором уравнении разделим обе части на коэффициент при y, в данном случае на 3,5. Умножим полученное уравнение на коэффициент при y в третьем уравнении второй системы с противоположным знаком, то есть в данном случае на минус 9,5. И прибавим левую и правую части полученного уравнения к третьему уравнению второй системы. Решаем линейное уравнение с одной неизвестной относительно z. Получилось z равно 1. Подставляем полученное значение z во второе уравнение, находим y. У нас получилось y равно 0. Полученные значения y и z подставляем в первое уравнение последней системы и получаем, что x равно 1. Ответ можно записать в виде упорядоченной тройки чисел на первом месте, x на втором, y на третьем, z. Теперь давайте попробуем записать то же самое с помощью матриц. Коэффициенты при неизвестных обозначим одной буквой с двумя индексами. Первый индекс – номер уравнения, второй индекс – номер переменной. Запишем матрицу элементами, которые являются коэффициенты при неизвестных и свободные члены. Коэффициенты первого уравнения мы запишем в первую строчку, второго, вторую и так далее. А свободные члены составят последний столбик. Можно их отделить пунктирной или тоненькой линией. Эта матрица называется расширенной матрицей системы линейных уравнений. Будем делать над строками этой матрицы такие же преобразования, как над уравнениями в системе линейных уравнений. Вспомним, что матрицы называются равными, если все их соответствующие элементы равны. То есть при преобразованиях мы получаем другую матрицу. Эти матрицы равны не будут. Мы их называем эквивалентными. Расширенную матрицу системы можно составить для системы уравнений, имеющие сколько угодно уравнений и сколько угодно переменных. Например, если у нас m уравнений и n переменных. Количество переменных и количество уравнений могут не совпадать. В этом случае мы получаем прямоугольную матрицу. У нас m строк, а столбцов будет на 1 больше, чем n, так как добавляется столбец свободных членов. Элементарные преобразования матриц. К ним относится перестановка строк матрицы, умножение или деление какой-либо строки на любое число, отличное от нуля. Прибавление к элементам одной строки соответствующих элементов другой строки. И вычеркивание строки, все элементы, которые равны нулю. Существуют и другие элементарные преобразования, но этих нам достаточно.